В администрации городского округа Люберцы прошло еженедельное оперативное совещание. С докладами о проделанной работе выступили руководители структурных подразделений и ведомств. Подробности в материале моих коллег. 2400 обращений поступило в Межмуниципальное управление МВД России Люберецкое на прошлой неделе. В период с 17 по 23 октября возбуждено 23 уголовных дела. 18 преступлений сотрудники правоохранительных органов раскрыли по горячим следам. Также было 180 ДТП с четырьмя пострадавшими. Больше никаких резонансов и преступлений не было. Без серьезных происшествий прошла неделя и у Люберецких спасателей. На территории городского округа произошло три пожара. Во всех случаях загорелись автомобили. Пострадавших нет. 20 октября в 16 часов 35 минут Люберц, улица Попова, дома 2046, обгорел автомобиль Volkswagen Polo по всей площади без пострадавших. 21 октября в 13 часов 28 минут поселок Октябрьск, улица Школьная, дома 2, также обгорел автомобиль Cadillac. И 23 октября в 2 часа 58 минут поселок Красково, улица Карла Маркса, у дома 117-19, обгорел прицеп фура. Служба ЖКХ функционировала в штатном режиме. Аварийных ситуаций на прошлой неделе не произошло. В округе идет плановая работа по замене лифтов в МКД. 37 подъемников из 39 уже установлены. Также в городском Криклюберце продолжается реализация краткосрочного плана по капитальному ремонту многоквартирных домов. Всего на 22 год у нас запланировано отремонтировать 135 домов. Выполнен ремонт уже в 93 и 41 дом находится в работе. По таким видам работ, как ремонт фасадов, ремонт балконов, ремонт кровель, замена домовых инженерных систем, ремонт отмосток и сюда же входит замена лифтового оборудования. В плановом режиме работает управление благоустройства и дорожного хозяйства. За неделю с дворовых и общественных территорий городского округа вывезено 670 кубометров мусора, а с региональных и муниципальных дорог более 500 кубических метров. Свои отчеты представили также сотрудники парков, спорткомитета и управления территориальной политикой и социальных коммуникаций.